Сегодня мы будем продолжать шестую главу послания апостола Павла к римлянам. «Что же скажем?» — пишет апостол. «Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать?» «Никак! Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились?» «Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу и Отца, так и нам ходить в обновлении жизни». Вот здесь апостол говорит нам о таинстве крещения. Вот что такое таинство крещения? И как вообще к нему нужно относиться? И что это вообще за таинство в нашей жизни? Во-первых, нужно отметить, что это первое таинство для христианина. Именно через него человек входит в церковь. И это таинство, вернее сказать, в этом таинстве, таинственным, непостижимым для нас образом, я имею в виду на уровне каком-то рациональном, человек умирает со Христом. Вот то, о чем говорит здесь апостол Павел, что мы умерли со Христом, крестившиеся во Христа Иисуса. Что значит умереть таинственным образом? Нужно понимать, что человек, уверовавший во Христа, входит в тесную связь со Христом, в которого он верит. И настолько тесно связывается он своей жизнью, с жизнью Христа, что в жизни христианина Христос занимает очень, я бы сказал, не столько даже места, а, как говорит апостол Павел, что жизнь для меня Христос. То есть, по сути, все его существование сводится к тому, что Христос все как бы больше и больше растет внутри самого человека. Человек как бы все пажити души и тела отдает для того, чтобы Бог присутствовал в нем. И если крещение – это погружение в воду ветхого человека, но в новую воду, помните, что вода, в которой совершается освящение, крещение человека, эта вода освящается предварительно. А вы помните, какие характеристики вообще воды освященной? Освященная вода, она не портится. Вот вы знаете, мы часто говорим о порче, вот особенно в миру. Вы знаете, вот это по-робному. Вот порча, понимаете, и боятся люди. Порча. А вот вода освященная, она не портится. Вот если она не портится, и человек погружается в эту неподвергающуюся порче, стихию, то он получает некое ограждение этой святыней. А ведь сам человек, он тоже состоит из воды. Большей частью. И что же получается? Что человек, вот эта вода, из которой мы состоим, наша телесность, мы погружаемся в эту освященную воду. По сути, освященная вода – это огненная вода. Почему? Потому что вода становится носителем огня божественного, божественной благодати. И вот этот божественный огонь, который мы не видим, но реально он присутствует, он хранит, как огонь, не подвергается, скажем, порче какой-либо. То есть он сильнее всего, он все может сжечь. И вот эта стихия, которая способна на разложение, то есть на порчу, обычная вода, ведь она приходит в затхлость, в такое умирающее состояние по своему качеству, теряет свежесть, другими словами. И именно эта святая вода, вот эта огненная вода, она выжигает. С человека грех. Причем вот несовместимые понятия воды и огня, божественный огонь, который присутствует в этой воде, и сама вода, как стихия, которая омывает, вообще растворяет. И вот очень важно, что крещение – это погружение ветхого человека и восстание из этой воды уже нового человека. Мы называем каждого человека, крестившегося, по сути, младенцем во Христе. То есть для него начинается новая точка отсчета для его жизни. Он обновился во Христе. Это называется паки бытием. Вот у апостола. Паки бытие – это повторное бытие, которое человек получает, потому что первичное бытие он подверг именно греху, и в результате это первичное бытие, то есть наша жизнь, в которой мы живем, оно приходит именно в испорченность. И вот здесь апостол нам говорит о том, что мы умерли со Христом. Но если мы умерли со Христом, то Христос ведь не умер окончательно. А что произошло после смерти? Воскресение. И вот мы и воскреснем со Христом. Так и нам нужно ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то и должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело грехов, дабы нам не быть уже рабами грехов. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос воскрес, но без мертвых уже не умирает. Смерть уже не им, не имеет власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Во Христе Иисусе Господе нашему. И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. И члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами Господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. И вы знаете, вот здесь идет речь вообще о мистике, о мистике наших церковных таинств. То есть мы говорим не только о каком-то учении вообще, когда идет речь о крещении. Вот, к примеру, протестанты, когда они говорят о крещении, то для них крещение, помните, неправильно воспринятые слова апостола Петра, что крещение – это обещание Богу доброй совести. Но если человек обещает что-то, то есть обещает в данном случае свою добрую совесть, то в чем же тогда тайна? В чем же тогда именно силы этого таинства, если крещение сводится к тому, что человек только совершает какое-то действие? А Бог что совершает по отношению к человеку? И вот в данном случае человек совершает воскресение человека от греха, которым пропитан человек от рождения своего для новой жизни. Потому что закон Ветхого Завета не давал человеку сил, именно реальных благодатных сил, которые мы получаем уже сейчас через царство. Он только говорил о том, что ты грешен, вот этого нельзя делать, вот эта заповедь говорит, не пожелай, а вот этого не делай. Вы понимаете? Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы знаете, вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Вы знаете, здесь о чем идет речь? Идет о том, что если закон это не так уж и важно, вот есть благодать Божия, она все равно спасает человека, то можно грешить тогда и все. Все, достаточно, я верю в Бога, и все. И не нужно ничего тогда делать, не нужно никак себя исправлять, все равно достаточно веры. то, что получается, собственно, в протестантском мире. Помните, один раз, как они говорят, мы покаялись, сказали, Господи, прости, вот, а потом можно жить так, как человек считает нужным. потому, что мы все равно искуплены кровью Христа, и святы Его святостью, как они говорят. Ничего подобного. Ведь, понимаете, нужно понять, что дело спасения, это дело сиэнергии, то есть греческое слово «соработничество» в переводе на русский язык, то садействие, взаимодействие. Ну, как может Бог спасать человека, если человек отвращается от Бога? Ну, невозможно же такого человека спасти. И поэтому, если мы хотим следовать за Христом, то мы должны протягивать руки, что мы и делаем в своей молитве. И в своей жизни, мы постоянно обращаем к Богу свой взор молитвенный. Господи, спаси и помилуй. Именно в этом вся, собственно, аскеза нашей жизни. Вот это бесконечное покаяние. Мы ведь понимаем, что сегодня вроде как покаялись в грехах, ну, а завтра что? Завтра опять согрешили. Конечно, уже, может быть, не по упорству то, о чем говорит, помните апостол, что есть грехи к смерти, а есть грехи не к смерти. То есть, не сам грех губит человека, его упорство во грехе губит. Но, опять-таки, это не значит, что для нас повод, мы сейчас будем грешить, и все будем ссылаться на свою немощь и так далее. Но, опять-таки, судит Бог. Или это по немощи, или это по упорству. А раз Бог, значит, не обойдем, мы, понимаете, его мудрости, его всеведения, сердцеведения человеческого. Вот о чем идет речь. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. А ведь, действительно, если человек совершает грех, ведь, ведь какое положение, реальное положение этого человека, который зависим от греха, ну, говорит, ну, ничего не могу с собой поделать. Вот сколько раз человек говорит, ну, вот, только встречу свою подругу по лестничной площадке, ну, не могу остановиться, вот, должна с ней обсудить обязательно, начиная с политики и заканчивая, так сказать, всем остальным. Ну, ведь это реальное рабство, ведь, понимаете, реальное. Ведь человек понимает, что он раб. Нет, конечно, он может не всегда это осознавать. Но ведь, что на самом деле происходит? Человек понимает, что этого делать нельзя, но он делает это. Вот и пожалуйста. Что-что? Неудобно, соседки. Надо выслушать и поддержать ее. А, вот так вот? Ну, это как что-то вот уже новое для нашей астетики, христианской. Это богословская новелла Катерина Трофимовна. Такой жанр вот есть. Так, хорошо. Так вот, для того, чтобы нам все-таки не быть рабами греха, или нужно иметь послушание к праведности. Благодарение Богу, 17 стих 6 главы говорит, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашим рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне. Представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ведь, понимаете, настолько впадают в крайний какой-то спиритуализм, ну, спиритуализм, спиритус дух, с латыни. То есть, когда говорят, ну, самая главная духовность, давайте поговорим, что вы там слишком говорите о теле, об аскезе всевозможной, давайте по-духовному поговорим. Главное, чтобы душа верующей была, чтобы Бог в душе был. Именно так сегодня говорят сейчас. Ну, действительно. Но, понимаете, разве наследует жизнь вечную только душа наша, а тело ведь будет воскрешено Богом из мертвых и соединено с телом. Ведь человек – это единое существо, его тело, его душа. А если мы корызнь будем рассматривать, так это тело одно, без души – это труп. А душа без тела – это призрак. Следовательно, и тело нужно спасти. И поэтому мы должны помнить, другими словами, это храм святого духа, наше тело. Ибо когда мы были ровами греха, тогда были свободны от праведности. Действительно, ну тут лучше не скажешь. Вот от чего грешник свободен, так от праведности. Какой же плод вы имели тогда, спрашивает он? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизни вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечной во кресте Иисусе Господе наше. Вот основной дар – жизнь вечная. Вот, понимаете, какая цель стоит основная перед христианином – преодолеть смерть, наследовать жизнь вечную во кресте. Вот что самое главное. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законно к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет с другого, называется прелюбодейцей ее. Если же умрет муж, она освободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдет с другого мужа. То есть, видите, закон. Закон, он связывает человека. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскрешему из мертвых, да приносим плод Богу. Вот здесь удивительные слова. Ведь понимаете, что происходит в таинстве крещения, а потом в таинстве причастия? Во-первых, через таинство крещения происходит непостижим, таинственным образом соединение нас со Христом. А другое таинство причастия, мы постоянно питаемся его кровью. То есть, как организм, сердце, вот оно работает. И что происходит? Питание маленьких органов, там пальцами и так далее, всего кровью. И если проникает кровь в эти конечности, то тогда эти конечности будут в добром здравии, а если нет, они начнут отмирать. И понимаете, что через таинство причастия мы как раз это и делаем, мы питаемся, а иначе мы начнем умирать. Почему и говорит Господь, что ни яды моей плоти, ни пьяй моей крови, ни имать в себе жизни, и я его не воскрешу. Для жизни вечной. И вот что же получается? Видите, что здесь Спаситель говорит, мы свободны через тело Христовое от закона. То есть, мы, как бы, Господь нас через свое, через нашу причастность к Его телу, через нашу причастность к Его телу, выводит нас на другой уровень жизни. Ведь каждый знает прекрасно, вот Он начал причащаться, и Он действительно погружается совершенно на другой уровень жизни. Он от многих вещей даже начинает отказываться как ненужных, связанных, так сказать, с Его, как бы, плотскими интересами и так далее, и так далее. Вот это облучение Христу, вот эта связь со Христом, она вводит нас на другой, более возвышенный уровень жизни. В том числе и наше тело, потому что тело, оно связано с нашим Духом. Это единое целое. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по веткой букве. То есть, вся наша пагубность жизни обнаруживалась законом. Потому что откуда мы знали, чему можно делать, чего нельзя? Только если мы просматриваем заповеди, думаем, ничего себе, оказывается, это же делать-то нельзя было, а мы делали это. Помните, как много начинают для себя люди открывать, когда начинают готовиться к перворазке исповеди? Ну что, приходят поначалу и говорят, ну батюшка, да я вообще нормальный человек, нормальный гражданин, вот, не убивал, не воровал. То есть, все, больше двух грехов, вообще грехов не существует для человека. Но потом оказалось-то, что сплошная песна греха. То есть, обнаружился закон, вернее, законом обнаружился грех, наша причастность к греху. То есть, он раскрыл нам глаза. Но раскрыть глаза законом для нас не значит дать силы для того, чтобы преодолеть этот грех. Вот преодоление греха через благодать Божию, которую Господь дает нам, через таинство. Потому что закон только указывает на человеческую слабость и на человеческую греховность, но не решает этих проблем. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я иначе узнал грех. Не иначе, простите, узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы пожеланий, если бы закон не говорил, не пожелай. Действительно, не пожелай. То есть, мы знаем, что, оказывается, желать этого нельзя. Вот мы и познаем. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, оболестил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свят, и праведно, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне то есть в плоти мое доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, то есть он выводит закономерность. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. А ведь каждый знает, что закон Божий, это то, что удовлетворяет человеческий разум. С ним невозможно спорить. Человек действительно испытывает симпатии к закону. Он чувствует, да, он морально возвышен, да, это что-то очень возвышенное, очень правильное. Но вот исполнить-то этот закон. Вот кажется, он симпатичен мне, но я не выполняю эту заповедь. И вот он говорит о закономерности. То есть по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих... А члены мои это и язык, и, так сказать, и все, что ниже, и все. Вот все вот это, понимаете, что составляет нашу телесность, здесь другой закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисуса Христа, Иисусом Христом, Господом нашим. И так, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плоти закону греха. Вот здесь мы и остановимся на этом месте немножко. Вот в прошлое занятие мне сказали о том, что сейчас основная религия для человека, основная религия для большинства, это религия гедонизма. В переводе это религия чувственности. Больше всего, что увлекает человека, это как можно больше удовольствий всевозможных. То есть, действительно, чтобы был абсолютно комфортный человек в его жизни. И в этом готов человек кланяться, как основному идолу. Он больше всего любит рассматривать картинки, связанные именно с удовольствием. И если человек устремлен к удовольствию плотском, значит, что в нем больше всего актуально, актуализируется? Какая сторона его существа человеческого? Именно вот эта плоть, о которой идет, это закон греха, который пронизывает человеческую плоть. И вот такого человека апостол называет плотским человеком, потому что есть душевный человек, есть духовный человек. Но это не значит, что духовный человек, он не имеет души и тела. Он имеет. Но просто идет речь об акцентах жизни. То есть, плотской человек – это тот человек, у кого акцент жизни на плоти. Душевный – это тот, кто на душевной жизни. А духовный – тот, кто на духовной. Следовательно, как бы весь ресурс человеческого существа, он подчинен именно тому, что больше всего удовлетворяет человек в своей жизни. В данном случае человек удовлетворяет в основном плотскую потребность. Это плотской человек. А плотской человек – это человек, который живет грехом. Закон греха говорит в нем. Это победившая партия в парламенте. Человек, человеческого существа. И вот настолько человеку тяжело противостоять закону ума. Простите, закону о плоти, законам ума. Мы понимаем, но как мы говорим всегда. Вот понимаем, но сделать ничего не могу. Это проще, чем сказал апостол Павел. Но понятно. Вот апостол Павел более подробно говорит об этом. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховную жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу». Вы знаете, как подробно говорит апостол Павел об этом? Вот уже практически вся основная часть послания только об этом. Закон и вера. Жизнь по благодати. Почему? А потому что это действительно основная проблема вообще для человека. Вот по каким законам жить человеку? Или по законам естества, что естественно, то не безобразно. Но нужно заметить, что сейчас вот горизонт вот этой естественности очень расширился. Причем нужно заметить, что уже за пределы естества. Это называется противоестественно. Но люди почему-то еще называют естественным это. Ведь для кого-то и убить человека тоже естественно. Но у меня просто проснулся инстинкт льва, кто-то скажет, или тигра. А если тут еще и подключить метапсихоз, то есть учение о перевоплощении душ, так сказать. Ну вы знаете, я же там был в прошлой жизни тигром. Ну как мне не убить эту лань? Вот увидел ее и как вот, вот даже не почувствовал. Как клыки у меня проявились. То есть получается, что человек может оправдать свое поведение жестокости или, скажем, распутства. Потому что ну я же там в прошлой жизни был похотливым жеребцом. И поэтому естественно мне только вожделевать в этой жизни. Поэтому поймите меня правильно. Ну а медицина так вообще, говорит, ну вы знаете, что просто у человека, значит, больше на один ген распущенности. Вы знаете, просто он подвержен законам внутренним, естественным, природным. А у этого закон, ген, скажем, кровожадности. Ну что ему делать? Вот у вас нет такого гена, у него есть. Получается, если и так рассуждать, то можно все что угодно оправдать. Все можно включить в рамки естественности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти. Вот очень важный лист. Мы не должники плоти. Но именно, понимаете, так лелеют свою плоть, что, ну, понимаете, ну, долг перед плотью. Но вы знаете, не могу. Вот я должен, понимаете, и должен отдать плоти. Ну, а разные, конечно, бывают, знаете, долги перед плотью своей. Просто у каждого человека свой взгляд на плоть, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух, свидетельствуя Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Кресту. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. А вот этот стих очень важный. Что Дух усыновления. Вот кем мы усыновляемся Отцу Небесную? Духом Святым. Почему именно говорит Серафим Саровский, что цель христианской жизни – это стяжание благодати Святого Духа? Потому что если мы напитываем свою душу через таинство, через молитву благодатью Божьей, то в результате все наше человеческое существо будет устремлено. К Отцу. И оно почувствует, это наше человеческое существо, что вот наше Отечество на небе, а не на земле. Мы почувствуем радость от общения с Отцом Небесным. Но опять-таки, это все Духом Святым. То есть только Духом Святым человек может сказать «Ава Отче», то есть обратившись к Отцу. Сам человек не сможет почувствовать любви к Отцу Небесному. Никогда этого не произойдет. Потому что человек слишком плотян, человек слишком оторвался от Бога, слишком в нем много закономерностей, слишком много долгов перед плотью. То, о чем говорит апостол сейчас. А если дети, то и наследники. Вот что. А кто получает наследство от Отца? Только сын. Раб не получает наследство. Но некоторые скажут, ну вы знаете, ну мы же-то рабами себя называем. Нет. Рабами мы себя называем только по причине того, что мы помним притчу о блудном сыне. Облудный сын ушел от Отца через грех, ушел в страну долечия. И когда он осознал, что он сгубил свою молодость, то он тогда начинает думать, вернусь уже не в качестве сына, как у своего, а в качестве кого? Раба. То есть это просто наша совесть нам подсказывает, как нам нужно относиться к себе. Кто мы? Да рабы, конечно же. Но Отец видит в нас детей, а мы просто по своей морали должны понимать, что мы рабы. Хотя и Господь-то называет рабами многих праведников. Но в этом именно есть некая другая сторона этого определения, потому что он работает Богу. Этот сын, он настолько любит Отца, что всю свою жизнь отдал, как работника для воли Отца. Ибо думая, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Вот о чем говорит апостол. То есть жизнь вечная, это откроется слава в нас, и никакие временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой. Помните, как Серафим Саровский сказал, что если бы мне пришлось всю свою жизнь, 80 или сколько лет, просидеть в бочке, наполненной червями, я бы прожил бы там, лишь бы не лишиться той славы, которую я вкусил уже. А помните, Господь дал ему ощущать божественную благодать. То есть это несравнимо. Именно поэтому могли находиться для нас непостижимо продолжительное время в затворе праведники. Помните, Киево-Печерские, те же затворники или столбники, заходили по 80 лет в земле, как в гробнице жили. Ну как это можно понять? Какими? Нашим рациональным умам это возможно? Да они, конечно, невозможны. Это только потому, что у них там была жизнь такая, что она мне не снилась. Такое было ощущение жизни, такой фонтан жизни внутри их, что мы не можем это даже себе представить. Именно об этой славе, которая откроется, говорит апостол. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов божьих». Это какая тварь? О твари имеется в виду весь окружающий нас мир. Но помните, мы говорили о том, что животных в раю не будет. Почему не будет? Здесь несколько моментов. Первый момент. Дело в том, что животные – это твари, которые не имеют бессмертной души. Бессмертную душу имеет только человек. Почему именно Бог дает дух, бессмертный дух для вечной жизни человека? Другое дело, что человек не воспользовался этой возможностью жизни вечно, жить вечно. Так вот, что же получается дальше? Животные не имеют... И мы знаем, что Господь-то не искупал тварь. То есть, имеется в виду всех низших творений для жизни вечной. То есть, им не предлагается вечное питье, кровь и тело Христово. Потому что только в них жизни не имеют таинства животным и не приобщают к ним. Но о чем же тогда говорится? Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. И вот когда идет речь о том, что она ожидает, это твари, откровение, то имеется в виду, открывая, во-первых, помните, что ощутили животные в присутствии святых ощущали? Ну, конечно, мы не можем знать, что объективно они ощущали, но мы видели по их действиям. Помните, как те же медведи и львы там в присутствии святых людей? Они, если они свирепы по нраву своему животному там, то они становились очень кроткими, смиренными. То есть в этом было ощущение вот новой славы. Вот человек во Христе новое творение, и вот это дает и животному ощутить радость и нового бытия. Потому что тварь покорилась суете недобровольно. Ведь животное-то не согрешило, а человек согрешил. Но по воле покорившего ее, кто покорил тварь? Нет, не человек, простите, Бог покорил. Бог покорил той же суете творение человеку. Иначе, если бы животные не покорили человеку, то животные уничтожили бы мир человека. Не осталось бы в живых человеческого вида хомо сапиенса, не было бы. Ведь какое свирепое, значит, какой свирепый был мир животных. Достаточно вспомнить только динозавров этих, понимаете, которые пробежались бы по Керчи стадом своим, понимаете. И все, и не было бы Керчи. Потому что это ужасные животные. И могли управлять этими огромными машинами, многотонными. Только люди, у которых была сила больше, чем у этих животных. Но это была сила не физическая, это была сила духовная. Одним словом человек мог сказать, какому-нибудь там, понимаете, плезиозавру или там динозавру. Остановись. И он останавливался. Он не смел дальше ничего делать. Слово огромную имело силу Слово человека. Потому что это Слово было укоренено в творческом Слове Божьем. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления и скупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. И помните, как нам говорит Писание о том, что здесь человек отчасти знает, знает, а там он столкнется лицом к лицу с предметом своей веры. Так и надежда. Надежда – это сильное качество души человеческой. Когда она надеется на лучшее при плохом положении дел. Вот, к примеру, что-то уж не очень хорошо в жизни, а мы надеемся, будет лучше. Ведь как спасает это вложенное Богом качество в душу человека. Вот если бы не было надежды, вот давайте надежду, это качество уберем со своей души. Да мы умрем сразу же, мы задохнемся в этом знании того, что окружает нас. Да все плохо, мы скажем. Да что ж нас ожидает-то хорошего. Если нам политики прогнозируют, понимаете ли, эти аналитики политические, чего только они прогнозируют нам. А уж эти синоптики, понимаете, такие вообще страшные ужасы говорят. В огне или, понимаете, сгорим в каком-нибудь апокалиптическом в ближайшее время, или же утонем, понимаете, в водах потопов, там, таяния ледникова и все такое остальное. Ужасы только одни нам говорят сейчас. Но что нас спасает, что нас держит? Это надежда. Мы не видим предмета нашей надежды, мы не видим светлого будущего, этого света в конце тоннеля. Но мы живем, понимаете, надеждой этой. И разве она постыжает нас? Да не постыжает. Ведь сколько светлых чувств и переживаний, значит, мы имеем вследствие этой надежды. Вот что мы должны помнить. Надежда, помните в предыдущих словах, надежда не постыжает. Потому что она во Христа, эта надежда направлена, устремлена нашей душой. А кто уже видит, вот, понимаете, вот будущее время, имеете в виду вечная жизнь, там уже не будет, понимаете, необходимости в надежде. Почему? Потому что мы надеемся, когда нам плохо. А когда хорошо, так и надеяться не нужно, потому что мы в реальности жизни пребываем. И вот в той реальности мы будем пребывать. Мы не будем уже верить в Бога. Мы не будем доверять Богу. Мы не будем надеяться. Потому что в этом не будет необходимости. Мы будем просто жить. То есть в жизни останется только одна из трех. Помните, составляющих любовь, вера, надежда? И значит, вера, надежда, любовь только пребудет. Потому что любовь, это что? Это Бог-любовь. Троица. То есть вот это бытие в Троице, в Троице, оно будет давать нам вот это насыщение жизнью. Мы постоянно будем укоренены в этой радости жизни, блаженстве. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас, воздыхание, не запечит. Вот что важно. Вот это именно связь Духа Божьего. А Дух Божий мы получаем где? В Церкви Святой. Поэтому вне Церкви нет спасения. Если мы получаем благодать, Он нас учит, чему молиться. Мы начинаем вот обращаться к Богу. Вот Ава, Господи, Отец Небесный. Вся наша жизнь движется именно благодатью Божией. Он нам все подсказывает. Он нас на все вдохновляет. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ну ведь, вот кто-нибудь жил 24 часа в сутки, вот правильно, более-менее. Ну бывали такие моменты, когда вот пытаешься вот все, понимаете, жить правильно. Но ведь все содействует ко благу, правда ведь? Вот смотришь, кажется, вот тебя занесло уже все, вот сейчас нужно просто расшибиться окончательно. Но если ты имеешь воплание на Богу, все как благу. Это, понимаете, как вот авария. Ты понимаешь, что тебя вот несет? Я помню, когда я ехал с Иерусалима, и была просто ледяная дорога Одесса-Николаев. И она на возвышенности, эта дорога, и там такой кувейт очень глубокий. И нашу машину начинает нести, и вот много раз начинает ее крутить по дороге. То есть мы понимаем, что просто разобьемся в усмерть. И вот нас несет в единственное дерево огромное, понимаете, значит, на дне этой канавы. Вот именно в это дерево, для чего мы просто разбились. Вы понимаете, какой ужас. И я помню единственные слова, которые произношу тогда, Господи, помилуй. И вот водитель, который сидел за рулем, потом уже мне рассказывает. Ну то есть, понятное дело, что я сижу сейчас здесь, слава Богу. Так вот, когда мы посмотрели на траекторию, а потом же гаишники, они же приехали и смотрят, а нас вообще оттуда вытаскивали, потому что мы глубоко заехали в РОП. То есть нас нужно было вытаскивать оттуда на какие-то краны и так далее. И вот что получается? Что когда они посмотрели, они ничего не могут понять. Вот снег, траектория же видна. Вот буквально вот на таком расстоянии, на таком расстоянии, не остановилась, она развернулась. Отвернулась от дерева, понимаете? То есть она вот въехала прямо в это дерево. И вот когда, значит, вот просто вот эти слова, Господи, помилуй. Он говорит, я вот почувствовал, как вот меня вот кто-то взял, говорит, машину. То есть я, говорит, уже не управлял тогда. Он взял и вот так переставивали, вот водителя. Это вот действительно было реальное чудо, чудо спасения. Вот все ко благу, понимаете? Даже авария к чему? Ко благу. Ко благу, понимаете? И так, понимаете, если этот образ перенести в нашу жизнь, вот действительно, кажется, вот все несет нас, куда в пропасть несет нас, в погибель. Но если ты по Божьему хочешь поступить и стараешься поступить вопреки всем смертям на зло, все копало. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Конечно, эти слова дали повод для невежд и неутвержденных. Помните, как говорит апостол, что писания будут для невеж и, значит, неутвержденных только к погибели. Помните заключительные строки последнего послания апостола Петра, когда он рассуждал об неудобных в разумительных местах апостола Павла. Помните? Так вот, это место вообще Лютера взбесило буквально. То есть, он создал там с Цвингли, Каллином, значит, учение о предопределении. То есть, получается, в чем суть этого предопределения? А суть такая, я имею в виду протестантского учения, в том, что Господь одних предопределил ко спасению, а других погибели. Вот, Боженька, молодец, понимаете? Так, вот ему это не понравилось, вот, Нелли не понравилось. Сколько бы она ни трудилась, там, ни молилась, понимаете, все, ее только к погибели. Ну, все, вот так. А вот другого, понимаете, там, Ивана Петровича, понимаете, он, понимаете, где-то там в барах сидит целыми днями, его, понимаете, ко спасению. Ну, вот, понимаете, и как бы он, чтобы не делал все равно, понимаете, Бог все определил за человеком. Вот именно это учат протестанты. Очень интересное учение. Вот как, есть здесь вообще какой-то, вот, понимаете, здравый смысл евангельский? Вот скажите мне, пожалуйста. Это справедливо вообще-то? Можно говорить после вот этого учения о Боге, который любит прощать, о Боге, который любит вообще человека? Можно? Не вяжется, все они не вяжутся. Это вообще не вяжется никак. Но, тем не менее, эти строки здесь есть. Так как их понимать о предопределении? Дело в том, что предузнал Бог. Вот вначале говорится о том, что Он предузнал. Что это значит? Ну, Бог-то знает человека. Вот, понимаете, мы-то не знаем человека, а Бог-то знает человека. Но если Он знает человека, ну, понимаете, если вот этот человек, вот его что не делай, понимаете, с ним, вот и так, его и так, понимаете, ко благу направляй, а он тебе, понимаете, обязательно какую-то пакость сделает, Вот он не хочет, хотя ему создаются все условия, но человек не будет идти путем праведности, он не хочет этой праведности. Да вы меня достали все с этой праведности, понимаете, он скажет. Не хочу я никакой праведности, я хочу жить так, как я хочу жить. Мне лично пригодилось эти слова слышать множество раз в разных формах. И что же получается? Тогда Господь, предузнав этого человека, определяет его погибели. Вот в чем определение Божие. Не в том, что человеку закрывает Господь, грешному человеку, вход в жизнь вечную. А о том, что он просто знает, что как ему не твори все к этому возможности, он все равно поступит по-своему. Вот это своеволие. Почему и Отче наш говорит молитва, да будет Твоя воля, Господи, а не моя. Потому что моя-то понятно, к чему она устремлена. Не угодно бы есть. И вот здесь. Что же получилось? Я сейчас вам расскажу одну очень интересную историю, связанную с процветанием западного мира. Вот нам известно, что западный мир, это Америка, Европа, она очень процветает в материальном отношении. Именно она процветает на почве вот этих слов. А знаете почему? Вот что произошло. Поскольку, а вообще, последние секты, последние харизматы, так называемые, пятидесятники, у них вообще появилась теология процветания. То есть, они вообще очень далеко уже зашли. А теология, то есть, богословие процветания. Вот это протестантское богословие процветания. Слышали скандал с Аделанджей, вот этот черный, который в Киеве? Помните, сейчас его посадили в тюрьму, там, значит, всевозможные вот эти аферы, там очень в крупных размерах. Так вот интересная деталь. Вот он как раз разделял вот эту идею богословия процветания. На основании вот этой идеи, ну, приблизительно такие проповеди его бывают. Ребята, я приехал сейчас на последней модели Линкольна сюда к вам проповедовать. Меня Бог любит. Видите? У меня костюм шесть тысяч долларов стоит. За полночки там по тысячу долларов стоят. Значит, так далее. Меня Бог любит. Видите, как Он награждает меня. И если Бог любит вас, то первый признак любви Божьей к вам – это ваше богатство. Совершенно верно. Если вы в данном случае не любите, простите, если вы небогаты, согласно этому учению, если вы небогаты, значит, вы нелюбимы Богом. И вот, я вот тут, вот один из американских пятидесятников проповедников сказал даже такие слова. Вы знаете, вот у меня, значит, вертолет, вот, вы знаете, он не самая последняя модель, вот. Помолитесь, пожалуйста, за меня, вот, чтобы меня Бог вот очень любил, вот, потому что, значит, меня-то ведь все любят, у вас-то нет вертолета, у меня есть вертолет, но он, правда, не последняя модель. Поэтому прошу ваших святых молитв, помолитесь, чтобы у меня была последняя модель, вот. И тогда будет все хорошо, и тогда действительно восторжествует правда, любви и так далее, и так далее. Вот именно такие подобные молитвы были у Ады Ладжи, за что мы, собственно, знаем, что он сейчас оказался в застенках. Но я вот к чему, значит, хочу сейчас подвести вас. То есть, успех западного общества, материального процветания в чем? В том, что, как мы говорили, предопределение. Это значит, если тебя Бог любит, и первый признак любви Божьей к тебе, это материальное благополучие. Если ты материально не процветаешь, значит, Бог тебя не любит. И если оказывалось на приходе каком-то протестантском, что этот человек неуспешный бизнесмен, особенно это было сложно, когда была великая депрессия в Америке, даже лозунги были, они висели везде там в каждой кофейне. Если бы ты был умным, то уже давно был бы богатым, и так далее, и так далее. И вот, ага, посмотрите на Джона. У него нет нормального бизнеса, значит, его Бог не любит, его Бог не одарил. А знаете, раз его Бог не любит, Бог отвергает, то и мы должны его отвергнуть. Джон, ты должен покинуть наше собрание. В нашем собрании должны быть только процветающие люди, то есть те люди, которые Бог любит. Вы чувствуете мысль? Что же дальше? Для того, чтобы действительно с их точки зрения быть любимым Богом, нужно много вкалывать. Не имеет значения, где ты, на золотых приисках, или ты там проституцией зарабатываешь. Не важно. Важно, чтобы у тебя был полный кошелек. Вот если у тебя полный кошелек, это прежде всего признак любви Божьей к тебе. И тогда мы видим, что западное общество – это общество процветающих людей. Но на самом деле, какова идеология этого процветания? Не хуже быть собрата по приходу. Если я хуже, значит, на меня будут смотреть, как на неугодного Богу-человека. А в ветхом Израиле было подобное мысль. Там даже было еще о детях. Если у тебя нет детей, значит, ты неугодный Богу-человек. Совершенно верно. Но ведь поспешили они относительно Захарии. И Акима, и Иоанны тоже. То, что как бы неугодно оказалось человеку по его ментальности, то оказалось очень угодно Богу. Кто? Богатий, что обнищаше и взалкаше. И вот понимаете, вы должны понимать, что предопределение – это, оно лежит в основе предопределения, предузнание, то, о чем говорит сейчас Павел. Он предузнал, и поэтому предопределил. Но не значит, что он просто предопределил, потому что у него вот такая воля, такой каприз, ему вот просто этот нравится, а вот его не симпатичный мордяк, а поэтому, значит, вот, понимаете, не будет тому счастья, как бы он его не хотел, и тем более вечного спасения. Так вот. Продолжаем дальше. Вот успех западного общества в этой идеологии процветания, предопределения. И Бога, и Бога, и Бога любит больше. Вот, понимаете? То есть успешные люди только, Божьи угодники. И поэтому получилось так, что Христос из этой всей, понимаете, команды самый неугодный, потому что Ему-то не было и где главу преклонить. У Него не было никакого процветания. У Него одна одежда была. Поэтому Христос и не нужен для сектанта. А что для Него нужно для сектанта? Для сектанта нужна Библия. А Библия для сектанта это цитатник, в котором можно очень много придумать интересных богословий, новелл богословских. Вот захотелось мне, чтобы было так, вот как Аделаджа с теологией процветания или там Лидяев. Как он говорит, вы знаете, Лидяев, этот 50-ник, который в Риге, тот вообще циничный человек. Его послушать, понимаете, его проповеди, он говорит, нужно паству, значит, создать, а потом стричь, как баранов. Причем он говорит, это люди, люди слушают, и хлопают в ладоши, ну да, ну потому что, на почве, так сказать, идеологии процветания, это же нормально, действительно, ну если, так сказать, он смог, скажем, добиться такого успеха, значит, он успешен, тут не оспаривается. Поэтому все остальные, подставляйте свою шерсть, чтобы вас стыгли. Вот до такого цинизма можно дойти, читая Священное Писание, не как Слово Божие, которое обращено к твоей душе, испорченной грехом, а как просто цитатник, подбор цитаты, для того, чтобы можно придумать было все, что угодно. Так, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Вот видите, к чему переходит сразу же апостол Памятин, Он говорил только что о предопределении, и здесь Он говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь и теснота? Значит, теснота, гонение. А то, о чем говорит в теологии процедания, она даже говорит, что это же совсем плохо, а Он говорит, нет, оказывается, это не может отлучить, это не есть проблема в нашей жизни духовной. Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или голод, или нагота, я занят, часа два буду. или нагота, ну уж это вообще не, так сказать, проповедников, этих харизматов. Какая нагота? Или опасность, или меч, как написано. За Тебя умерщвляет нас всякий день, по пророку, считают нас за овец, обреченных на заклане, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Вот. сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. Вот этой силой, которую Он любит нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе, Иисусе Господе нашем. Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование их отцы, и от них Христос по плоти сущий над всем Богом, благословенный во веки векового мира. Здесь, конечно, говорит апостол Павел, непостижимые для нашего рационального восприятия вещи, но только возможно, пребывая в Духе Святом, понимать то, о чем он говорит. Он только что же говорил, что только Духом Святым можем мы любить, и что только Его любовью в нас мы можем препобеждать всевозможные препятствия на нашем пути жизненном. Что человек настолько любит внутри него Бог, что он готов даже свою жизнь отдать, только бы те, кто близок к Ему, были спасены. Это действительно, это слова, которые являются словами всякого совершенства духовного. причем если идет речь о том, что нет больше любви, кто душу свою полагает за други своя, то здесь идет речь о том, что не просто жизнь из-за а готов даже как бы вечную жизнь отдать, только бы спасти. Но такой человек может говорить только если в нем Бог, потому что именно это и сделал Сын Божий, отдал Себя всецело. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Помните, говорил когда-то Господь, неужели вы думаете, что я не смогу из этих камней сделать детей Авраама? Поэтому не все те, кто по плоти дети Авраама, а прежде всего которые поступают как сам Авраам поступал. Но сказано Висаки наречется тебе семя. Почему Висаки? Потому что Исаак не принадлежал Аврааму. Он не был его сыном с того момента, когда Авраам принес его жертву. Помните этот момент? Это значит, что он отказался уже от своего сына. И с этого момента Исаак стал сыном Божьим. Но не в том смысле, как Иисус Христос. А в том, что он уже Аврааму не принадлежал по плоти. Только по духу. То есть не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семья. А слово обетования таково. В это же время приду и у Сары будет сын. То есть обетованием получен сын. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей, от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не одем, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего, как написано. Иакова его злюбил, а Исаа возненавидел. Вы знаете, здесь вот важно обратить внимание на то, что Господь всегда хочет нарушить естественный ход вещей. Господь всегда хочет сделать так, чтобы люди не полагались на естественные закономерности. Помните, евреи побеждают иноплеменников, язычников только в физическом меньшинстве. Здесь мы видим, что меньший по своему естественному происхождению становится старше, неплодные становятся плодоносящими и так далее, и так далее. То есть Господь всегда как бы выбивает эту естественную почву из-под ног. мы всегда именно надеемся на естественную сторону своего бытия, на свои какие-то способности. Вот инвалиду не на что надеется, когда он слеп. Он не может сказать, что я вижу красоту деревьев, не может он сказать, что глухой я слышу красоту звуков. У него выбито естественные основания. И вот этот человек, он начинает по-другому смотреть на мир. И поэтому иногда нас удивляют слепые люди, что они оказывается могут больше сделать, чем зрячие. Почему? Потому что они уже начали по-другому смотреть на этот мир. Неестественным путем, и не сказать, сверхъестественным. И когда идет речь о том, что Исау он изненавидел, это вовсе не нужно понимать, что он его вообще ненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога никак? Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилуй, кого жалеть, пожалей. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И в Писании говорит фараон, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповеданно было имя мою по всей земле. И так кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Но о чем же здесь все-таки речь идет? Помните, ожесточил Господь сердце фараона, это многих возмущает. Но если Бог ожесточает сердце, так что ж тогда? Какая надежда тогда может быть у человека на спасение? Нужно правильно понять. Вот представьте себе говорит, мы во-первых помним контекст вообще на каком фоне вообще ожесточилось сердце человека. Фараон власть имел над всем Египтом, причем абсолютную, его божествляли. И вы знаете, у этого Бога были определенные способности магическо-оккультные. он мог скажем по своему желанию ну к примеру там менять направление ветра. Или же мог ну посылать дождь или засуху или какие-то другие фокусы он мог делать. Ничего себе, это же все-таки чудо настоящее. И у него был целый можно сказать штат жрецов, которые очень были талантливыми людьми, если так можно сказать в кавычках, преуспевшими в магии. Египетская магия это была достаточно продвинутая в своей магичности магия. Вы помните, когда змею принес Моисей для того, чтобы вразумить фараона и в ней не змею, а посох и бросил этот посох и этот посох стал змеей. Помните этот момент? А что сделали жрецы в этот момент? Они тоже бросили свои посохи и эти змеи ожили, простите, эти посохи ожили и превратили в змеев. Но правда с одной особенностью змея Моисея пожрала двух змей фараона. Но они тоже свершили чудо. И вот помните, мы говорили о том, что тогда было как бы столкновение двух богов, истинного бога и бога в лице фараона. Он как бы не мог согласиться, кто еще может управлять на моей территории. Ведь эта территория мне только подчинена. Только я могу властвовать над этой землей и Нилом. Больше никому не должна принадлежать власть над Египтом. Как постепенно совершал Господь через Моисея чудеса по нарастающим. Вначале мелкое чудо совершил, что смогли противопоставить магическим правдопоразам жильцы. чудеса это даже раздражало фараона. Ну как же так? Ну ты показал чудо. Ну я ведь тоже такое могу чудо сделать. И то есть это не было для него вразумлением, было только поводом к раздражению. И вот дальше мы видим, как 10 казней египетских совершаются. И как подобные чудеса до определенного момента могут и делать и жрецы. Помните? То есть получается, что она как бы постепенно ожесточалась. Ну что ты мне можешь еще показать? И ты видишь, я тоже могу подобное сделать. Ну может быть не так сильно, может быть не так впечатляюще, но я могу это сделать. То есть он где-то оставлял запас для совершенства своих чудес. Но если мы сейчас не можем сделать так, чтобы пожрать твою змею, ну ничего, пройдет время, мы может быть еще научимся сделать так, что наши змеи пожрут твоим змеям. Поэтому это его скорее раздражало. Он не видел силы в этом. Это не очень впечатляло его. И вот помните слова апостола. Господь не медлит со своим скажем наказанием, но что долго терпит. Господь долго терпит, Он терпит. выходки фараона. Это знаете, как если какому-то глупому рабу предоставит, скажем, господин такую возможность, вот скажем, раб будет что-то делать плохое, а не будет его наказывать господин за его выходки, то что будет с этим глупым рабом? Он будет выходки делать еще более глупые. Правда ведь он скажет, да мне никто не наказывает, я очень успешный человек, мне все получается, мне все с рук сходит. но на самом-то деле любящий Бог, Он любовь, Он просто долго терпит, Он терпит, терпит, до определенного момента, конечно. И потом мы видим, что уже начинаются такие чудеса, которые противопоставить не могут ничего жильцы. Помните, да? И вот в какой-то момент совершается то, что уже вообще не поправимо, умерщвляются пермицы. А кто такой пермиц вообще для фараона? Да это вообще обнаженный нерв. Помните, для фараона прежде всего самое важное существо в этом мире это его наследник, плоть и кровь. И тут плоть и кровь, наследник, первенец умерщвляется. Он не может его воскресить. Но разве Господь ожесточал его сердце, просто брал и напускал жестокость, как, знаете, колдун какой-то, все, пусть тебе будет жестоко, пусть тебе неладно будет, чтобы ты в своем безумии, та-та-та-та-та-та-та. Нет такого. Просто Господь дает человеку возможность увидеть. Ты посмотри, я же тебе веду, постепенно вразумляю. Но ты не вразумляешься, ты, наверное, ожесточаешься, ты неправильно поступаешь человечек. и уже в этом безумии, он вообще не может остановиться. Он вначале сказал, да уходите, уже забирайте все, только уходите, оставьте эту землю, потому что началось опустошение. Но потом опять его подрывает, и он бежит в безумии и тонет в Красном море. Ты даже море отвергнул, разверзлась, раступилась. Ну куда ты лезешь? Понятное дело, что ты такого не сможешь чудо сделать. Куда ты лезешь? Он же для них открыл дорогу, не для вас. Лезут туда и в результате жизни прервалась безумно. И вот когда идет речь именно о том, кого миловать, милую, кого жалить, жалею, и все остальное, то, что говорит здесь апостол Павел, именно идет речь об этом. О том, что сам человек безумствует. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, то есть Бог, ибо кто противостанет воле его, а ты кого человек, а ты кто человек, что споришь с Богом, изделие, скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал, невластен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого, скажем, ночным горшком. Что же, если Бог, желая показать гнев, и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудом милосердия, который он приготовил к славе, над нами, которых он призвал, не только из иудеев, но и из язычников, как и у Осии, говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. А почему? А все потому, что израильтяне, возлюбленные Божьи, стали как язычники, и поэтому он не мог уже называть своим народом, несмотря на то, что он любил, потому что этот народ отвергал своего Бога. И на том месте, где сказано им «Вы не мой народ», там названы будете «Сынами Бога». Все наоборот станет. А Исаия провозглашает в Израиле, хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется. То есть непринадлежность плотская спасает, а жизни по заповедям Божьим, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Савов не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гамория. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. А что такое дело? Если мы разделим человека, как бы человека, человека по восприятию их жизни. Помните, рабы, наемники, сыновья. За что работают сыновья? Потому что он просто сыновья, просто по любви к отцу, правда ведь? А почему работают наемники? Потому что они мзду ожидают получить. Они приходят в найме, говорят, значит, платишь нам столько, мы работаем, а нет, значит, не работаем. А рабы почему? Потому что они боятся, от страха работают, чтобы их не наказали, потому что они зависимы от своего господина. Так вот, закон праведности и закон веры. Если человек считает, что он сделал что-то важное, то есть если его праведность такая законная, то он будет как наемник. Я сделал, Господи, не забудь рассчитаться. Если здесь сыновья, помните, тот сын старший, вроде хороший поймальчик такой вот себе, понимаете, живущий в доме своего отца, а тот младший убежал куда-то в страну далече. Но тот старший говорил, я сколько работаю у тебя. Помните, вот звучит речь наемника, но ты мне никогда не дал там хоть козлика заколоть для того, чтобы я мог насладиться пиром со своими друзьями, а этот все просадил, вернулся сейчас в лохмотье, и ты ему здесь заколол вала, чтобы он ликовал и радовался. Вот в чем, понимаете, вот это расчет. Человек вступает с Богом в такие производственные отношения. Но если ты в производственные с Богом вступаешь отношения, зачем тебе рассчитывать на любовь Божия? Но ведь Бог-то есть любовь. Вы понимаете, чувствуете, в чем, понимаете, вся гибель закона праведности? Именно в том, что человек не желает любви от Бога, он желает только воздаяния. дай мне по заслугам. Но Господь-то предупреждает, хорошо, допустим, я тебе дам по заслугам, но может хоть один человек сказать, что он выполнил все заповеди? Кто-нибудь? Нет. Значит, о каких заслугах ты говоришь? О каком воздаянии возвышенном ты можешь говорить вообще человек? Поэтому будь сыном, оставайся сыном. Если ты сын, ты будешь всегда наследником всего того, что я могу тебе дать, ты просто люби. Но это не значит, что ты должен быть плохим сыном, ты должен быть хорошим сыном, ты должен делать все правильно, потому что разве может быть сын любящий и плохим? Помните тот сын, который сказал, нет, я не пойду, помните виноградник, но одумавшись, пошел, а тот, да-да, пойду-пойду, но не пошел. Поэтому мы должны быть хорошими сыновьями, мы любим, но в то же время и делаем дело. И не надо, вот как понимаете, протестанты разделяют, но вы знаете, есть идет речь о вере и о законе, но это совершенно, вот знаете, нужно просто так провести вот такую границу, и это одно с другим никак не связано. То есть, если ты веришь, все, значит, достаточно ты веришь, ты можешь делать, что ты хочешь. ну а вот закон, закон это вот, ну, то был тогда, сейчас прошло, старое все. То есть, получается, достаточно верить, но они что не понимают, что вера без дел мертва, есть как цел без духа. Просто нужно читать внимательно, не делать священного писания цитатник, инструкцию для самоублажения. Вот, полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, это Христос, об этом пророчествует, но всякий верующий в Него не постыдится. Действительно, это камень преткновения, потому что Господь говорит о любви, а что такое любовь? Это самая любовь. И для того, чтобы быть в любви, это нужно в Нем пребывать, вся жизнь моя, Христос, я пребываю во Христе, все, больше ничего себе не хочу представить. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, и посвидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Как говорит Василий Великий, те же слова, но немножко по-другому, не в меру православные. Вот это не в меру православность, сейчас сквозит буквально из этих газет православных, они все бегают с какими-то, понимаете, транспарантами, которые по случаю оказались хорублями, они хотят проявить себя, да в церкви не проявлять себя нужно, в церкви нужно верить и быть послушным Отцу Небесному. А что творится? То им дай царя, то дай им коды, понимаете, то кошерная пища, то еще что-то. Постоянно с каким-то безумием люди носятся. Да вы любите, ведь все силы для вам нужны, они ищут везде врагов. Масоны первые враги, да не масоны первые враги, это несчастные такие же люди, понимаете, какие мы грешники. Первые враги это демоны для человека, наша брань не против плоти и крови, заметьте, не против плоти и крови, а масоны, так это же те же плоти и крови, они с того же теста, что и мы слеплены, какие же они враги нам, они враги сами себе, они самоубийцы, понимаете, потому что стали на путь гибельный, они идут путем погибели, Они больше нуждаются в сочувствии, понимаете, и в нашем, так сказать, любви, чем, понимаете, в том, чтобы говорить, что они враги-враги, и сами в результате самим вас лобятся. Мы тоже становимся какой-то тайной организацией, масонской какой-то организацией, все вычисляем кого-то. Да не надо никого вычислять. Господь нам сказал, в нашем ране против плоти крови, воюйте с демоном. Вот, вот это внутренняя брань, вот с чем мы должны вести. Вот кто враг рода человеческого. И поэтому вот эти «Спасите наши души», вот эти журналы, понимаете, несчастные люди, вы знаете, это просто страшное дело. Чем люди занимаются вообще? Я поражаю. Знаете, вот этот Киеве крестный ход ходит вокруг. Никто-то сказал, что вокруг ходят крестный ход, очень много верующих. Знаете, ну, крестный ход, с одной стороны, хорошее дело, понимаете? Но, понимаете, ну, что они ходят, понимаете, как вокруг Ерихона евреи, понимаете? В надежде, что стены, понимаете, парламента падут. Да не надо, понимаете, нам, если они падут, у нас начнутся беззаконие вообще. Тут хоть какая-то законная власть. Хоть что-то более-менее устанавливаете. Да не надо нам ходить и делать это. Смешно, понимаете, цирк какой-то. Нам нужно молиться Богу, понимаете, наоборот, какой-то любовницкий. А мы постоянно с каким-то вызовом, вот негодяи там в парламенте сидите, вот. Ну, можно, конечно, поговорить там, но, понимаете, но нельзя, понимаете, какие-то личные обиды или какие-то амбиции, понимаете, под розунгом церкви это все делать. Вот что самое страшное, неприятное. Ну, не нравится кому-то коды, ну, при чем здесь церковь? Почему вы, значит, от имени церкви начинаете говорить? Не нравится, вы граждане этого государства, пожалуйста, идите там под парламент, заявляйте, понимаете, о том, что это плохо, что мы не согласны с этим. Ну, при чем здесь хорубие? Ну, это же позор, ну, посмотрите, что творят. А журнал, так как называется, «Спасите наши души», кому этот лозунг вообще обращен, простите? Ну, кто должен спасать? Нет, во множественном числе, мы к троице во множественном числе не обращаемся, простите, и к Христу тоже. Кто должен спасти наши души? Люди. Люди. Ну, так а при чем тут, понимаете, этот журнал? То есть они же спасают, мы видим, что они спасают, понимаете, а просят, чтобы их спасли. Какой-то бред, понимаете, чушь какая-то, это вздор какой-то, понимаете, которому нет никакого объяснения здравости нашей евангельской традиции церковной. Ой, Боже. Так, какой стих, напомните? Вот действительно, помните то, о чем говорили? Проблема, понимаете, вот апостол пишет, что, понимаете, они всегда спасают всех. Ты говори, спаси себя вначале, просто спаси себя. Вот просто нужно начать спасать себя. Вот есть тебе духовная брань, смиренника, человечек Божий. Значит, спасайся, так сказать, кайся. А здесь же, понимаете, ведь что, посмотришь на этих людей, сколько озлобленности в этих глазах, понимаете, этих людей. Вот они там что-то, понимаете, выражают какие-то протесты. Ну, посмотришь на этих людей. Они же озлобленные люди, страшно смотреть на этих людей. Они вот там, понимаете, это все, нас, так сказать, нас кодируют. Да уже давно сказали, пожалуйста, никто не будет вас, понимаете, метить. Ну, не в этом же, понимаете, печать антихристов. Нет антихристов, а нет печати. Будет антихрист, будет ставить печати. А то получается, понимаете, есть, так сказать, печать фирмы, а директора фирмы нет. Кто имеет право поставить вместо директора фирмы? Да никто не имеет права. Тот, кто, понимаете, кому она принадлежит. Ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь... А, кстати, вот, да, мы именно говорили о том, что ревность не по-разному. Вот. Ревность по Богу, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией, и усиливаясь поставить собственную праведность. Собственную праведность. Они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христос. А если, простите меня, вот вышли бы апостолы, вот с таким настроением, вот как крестные хода наши совершаются, да? Вот с таким настроением, вышли бы они проповедовать. В Афины, к примеру, к язычникам. Как вы думаете? Вот что бы было? Вот скажите мне, пожалуйста. Вы понимаете? Ну, если мы апостольская церковь, значит, у нас дух апостольский какой должен быть. Мы с каким-то нормальным, понимаете, позитивом должны идти к этим людям. А вот тут праведность, понимаете? Вот моя же праведность выше Божией. И усиливаясь поставить собственную праведность. Они не покорились праведности, потому что конец закона Христос. Вот где, понимаете, весь это средоточие праведности всякого верующего. А тут только антихриста вещь, понимаете, а не Христа. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его, человек жив будет им. Ну, понимаете, такие же любители антихристов. Это адвентисты, яговисты. Они только ждут, когда уже придет этот антихрист, понимаете. Действительно складывается впечатление, что они какая-то, понимаете, оркомитет по пришествию к антихристу. Они знают, когда он придет. Вот они уже все последние сведения, так сказать, свод получили. Они, помните, постоянно назначают время, когда он уже придет. Христос, вот, понимаете, цель нашего пути. А праведность от веры, как так говорит, не говори в сердце твоем, кто зайдет на небо, кто из Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых его свести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем. О чем говорит здесь вообще апостол? Такие странные слова, свести, не свести. Дело в том, что когда идет речь, вернее сказать, столкновение некое такое мировоззренческое столкновение Ветхого и Нового Завета, а тогда, в то время, когда вот вообще звучала пробоведь апостола, то шла речь о том, что откуда известно именно о таких вот убеждениях апостолов. И они как бы ждут вестника, чтобы им этот вестник объяснил. И поэтому он говорит. Но если так говорить, то значит, кто зайдет на небо, то есть Христа свести, то есть чтобы он пришел, еще раз объяснил это. Или не свести в ад, если он там остался. То есть он говорит, как бы по человеческому рассуждению, приводит такие сравнения. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, вот оно, в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое мы проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил весь мир, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот такие очень важные слова. Веровать можем к праведности, но устами должны исповедовать ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различий между Иудеем и Элленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающий Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Вот здесь говорит о очень важных вещах вообще апостол. Что как веровать, если не уверовали? Или как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Вообще, действительно, многие люди берут на себя миссию проповедовать, хотя их никто не посылал на эту проповедь. Они, вот действительно, разве священноначалие нашей Церкви уполномачивало этих людей проповедовать, стоять возле парламента, к примеру? Разве, если они это называют проповедью? Никто не уполномачивает. Как ты можешь проповедовать, если ты не послан? Тебя никто не посылал. Почему же ты идешь, человек? А в Церкви все иерархично. Меньшие благословляются старшими. Что же ты без благословения творишь? Ты же нарушаешь принципы, иерархический принцип Церкви. В Церкви нет демократии, она только в аду. В Церкви иерархия. Потому что иерархично Отец, Сын и Святой Дух. Это не значит, что Отец выше Сына. Но в том смысле, что Сын послушен Отцу. Исполняет волю Отца. Как написано. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. А кто же здесь мир благовествует? Какие ноги? Разве они мир благовествуют? Если проповедовать, если продолжать аналогию с этими бунтарями. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слыхали? Напротив, по всей земле прошел голос их. И до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но 1 Моисей говорит, я возбужу вас ревность ненародом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Меня нашли не искавшими, я открылся не вопрошавшими ко мне. Вот такие удивительные пророчества, совершенно непостижимые для евреев. Потому что они все никак не могли поверить, что язычники получили действительно благодать Божьей. Но как же так? Они же с точки зрения иудейской традиции не искали Бога. Но говорит Бог, я открылся, кто не вопрошал меня. Почему? Я думаю, что я все-таки закончу 11 главу, потому что 12 глава, она будет скорее об этике христианской. Мы заканчиваем уже тему веры и закона 11 главой. Поэтому я сейчас ее закончу. Итак, спрашиваю 11 глава. Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраама, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании о Белие? Как он жалуется Богом на Израиля, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищу». Кто же говорит, что же говорит ему божественный ответ? «Я соблю себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колено предвала». Вы знаете, такое впечатление, что вот они как пророки Илья, но все, вот нас осталось мало, вот мы и наш журнал «Спасите наши души». Ну и подобные так. И вот удивительно, если бы Господь не сказал, «Знаете, ребята, а вот кроме вас, оказывается, у меня еще есть люди». «Ну как же? А они же, вы знаете, эти люди очень достаточно жесткие в своих, понимаете, категоричных оценках». Они говорят, «Нет, если кто-то код принял, все, значит, за один стол не сяду с этим человеком». А Господь скажет, «А вы знаете, вот ты один, да? А вот те, кто угоден мне, их больше, их 7 тысяч. Ты не знал об этом Илья? Ну это потому, что ты всего лишь человек. А ты не можешь всего знать, даже если ты пророк. Потому что то, что ты знаешь, это я тебе даю знать. Но эти люди даже не пророки. Но такое впечатление складывается, что они больше самого Бога знают. Потому что они знают, с кем можно общаться, с кем нельзя общаться. Но если Господь говорит, любите и врагов ваших. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам». А вот что значит вот здесь, если аналогии мы продолжаем? «Не по делам, но по благодати». То есть они смотрят, ага, вот таких, как мы, уже больше нет хороших, которые ходят вокруг парламента. Ну нет таких больше. Но они не подозревают, что есть, оказывается, люди, которые верой спасаются. И не делают таких действий, как они делают. Иначе благодать была бы уже не благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, «Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят, и уши которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет собен навсегда». Вот такая, понимаете, узость взгляда на жизнь. Им кажется, что только они. Знаете, чем характеризуется секта? Что все погибнут, а мы только спасемся. И вот когда, понимаете, есть такое сознание, вот понимаете, это первым делом секта. Вот она базируется вот на подобных словах. То есть Израиль искал и не получил этого, потому что он слишком был уверен, что он избранный. Он сказал, возлюбленную, возлюбленную не назову. Народ, народом своим не назову. Вот где-то вот эта уверенность. И мы не должны быть самоуверенными. И когда наш святейший патриарх Кирилл общается с протестантами, общается с католиками, общается с иноверцами, и его люди осуждают за это, ну разве Господь пренебрегал глудницами? Разве не возвысил доброделание самарянина в притче своей? Может быть, он возвысил священника, который прошел мимо, и левита, который прошел мимо того, который был побит разбойниками? Поэтому мы ничего не знаем. И суд весь Богу принадлежит. И мы должны только все делать для того, чтобы делать дело правды, а судить не наше дело. И то, когда я говорю о том, что протестанты и так далее, то я говорю в данном случае об учении. Я не говорю, что эти погибнут, там протестанты или католики, вот они такие, да будь они неладны. Я не говорю этого. Я говорю о том, что заблуждение, ересь, в которую они впали, оно не верно. Потому что об этом сам говорят апостолы. И в этом же послании он скажет, берегитесь тех, кто устрояет разделение и разлады всевозможные. И берегитесь тех, которые учат не так, как мы учили. Даже если ангел с небом будет говорить не то, что мы говорили, значит, да будет анафига. А суд над людьми Богу принадлежит. Мы только можем рассуждать над учением. Какое православное учение, правоверное, какое неправославное. Поэтому Бог дал им дух усыпления. Они уже не видят, они уже безумствуют. Чтобы хоть не согрешили больше в зрячести своей. И так спрашивают, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность. Это знаете, как с Россией. Россия уже, понимаете, считала, что она, вот понимаете, готова всех учить. Я помню безумный совершенно проект в Санкт-Петербургской Академии Духовной до революции учить православных греков, вообще там греков и болгар, и сербов православию. То есть они крестятся неправильно. Показалось, понимаете, нашим суперортодоксам, не, так сказать, в меру православным. Показалось, что мы только умеем правильно креститься, правильно молиться. Потому что вот они там какое-то византийское пение поют, мы тут сейчас их научим, значит, по нотам пить и так далее, и так далее, и так далее. И вот полемика Филарета Московского, свидетеля с Антонином Капустиным, там, значит, очень интересная переписка была. То есть мы уже думали наших братьев, от которых получили православие, научить их православию. Ну, как вы думаете, совпадают эти, это вообще, это амбиция с учением, с учением Спасителя, который сказал, не выше ли, значит, ученик, значит, не выше учителя своего. А тут получается, что мы уже, оказывается, можем учить. Что-что? Совершенно верно, попросту говоря. И поэтому, понимаете, вот эти все амбиции относительно ультраправославности своей, сверхсвоей православности, мы должны прежде всего оставить для самих себя, чтобы спасать свою душу многогрешную. А уж если вы понимаете с претензией, то мы должны все-таки понимать. Спасаем. И то, о чем мы говорим, некоторые говорят, ну, хорошо, а батюшка, зачем же говорить вот это все? Но я в данном случае говорю совершенно другое. Я говорю о том, что человек должен знать определенные знания для того, чтобы спасать прежде всего себя, а не весь мир спасать. Потому что когда человек имеет такие амбициозные проекты, то у Спасителя было 12 учеников, потом 70 учеников. Но, вы знаете, тут уже переплюнули иеговисты, свидетели его, вы знаете, у них целые стадионы. Так что, очень серьезно. Поэтому, если, конечно, мы будем исходить из таких позиций, количество, а не качество, мы очень далеко зайдем. Так вот, я за диаспору хотел сказать, русскую нашу. Вот эти амбициозные проекты, понимаете, все, Россия, руль, понимаете, вот, кормчий, понимаете, всего православного мира, Москва, Третий Рим, там, понимаете, ну, это, что в этом христианском вообще есть? Причем, это стало христианским православным лозунгом. Москва, Третий Рим. Ну, имейте в виду в духовном смысле. Ну, уж, знаете, когда смотришь сегодня на Москву, то, понимаете, так вообще не кажется. Особенно сегодня. И что же получается, что до революции мы уж слишком стали православными, и поэтому Господь вынужден за нашу ультраправославность, не меру православности, не по-разному, как евреев изгнать со своей земли в Россию, в диаспору. А кто остался здесь, тому было очень плохо. А остальные в диаспору, значит, уехали, уплыли, убежали, и вот там они начали ценить свою веру. Там начали вспоминать, вот даже сейчас уезжают, понимаете, людьми неверующими, скажем, назад. А потом начинают вспомнить, ой, да я же там вспомню, как я в церковь заходила как-то, так хорошо мне было на душе. Пойду-ка я в приход, а то ничего родного здесь нет, на этой земле чужой. Идет и начинает, так сказать, воцерковляться, становиться верующим. Человеком, скажем, там, женщина или мужчина, именно там, в диаспоре. Точно так же и начали ценить, вспоминать свою веру за рубежом. И потом вот эти православные верующие наши, изгнание, начали распространять православие для протестантов, католиков. И сейчас единственная конфессия, которая распространяется, храмы строятся, это не католики, не протестанты, это православие за рубежом. А все, вот нужно, оказывается, нам, чтобы проповедовать там, нужно, понимаете, было вот точно, как и евреи, понимаете, что от нашего падения спасение язычников. Чтобы возбудить их ревность. И мы сейчас видим, создаются новые монастыри, и эти монастыри начинают на Западе наполнять бывшие протестанты, католики. То есть они начинают открывать для себя мир православия, они забыли. Если же падение богатства мира и оскудение богатства язычников, то тем более полнота их. Вам, говорю, язычников, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целые, если корень свят, то и ветви. Если же некоторых из ветвей отломились, а ты дикая маслина, то есть имеется в виду евреев, а дикая маслина, это язычники, которые привились к, значит, этому дереву Ветхозаветной Церкви, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились, не верим, а ты держишься верою. Не гордись, не бойся. То есть идет речь о том, что и те, и другие не превозносились друг над другом. Потому что все, в принципе, они спасаются только верой и благодатью Божией, а не тем, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Нет во Христе ни Эллина, ни Иудея, обрезанных. Все во Христе дети Божьи. Едино. Итак, видишь благость? Видишь благость и строгость Божьей. Строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божьей, иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен. Опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своим маслинам. Ибо не хочу оставать вас, братья, в неведении о тайне сии, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Весь. Придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда снимут с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возглюблены Божьей ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи непреложны. И когда, как и вы, никогда были непослушными, Богу, а ныне помилованы по непослушанию, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. О, безнабогатство, приводности и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и не следимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава веки, аминь. Так вот, что мы из этого поняли? Мы поняли очень много. Что, понимаете, не судите и судимы не будем, потому что мы не знаем путей Божьих по спасению тех же евреев, но евреи же для нас. Почему в крайне нет воды? Понимаете, во всем виноваты они. А раз, понимаете, они виноваты, мы уже с легкостью ожесточаем сердце против них. Они такие, раз такие там, понимаете, такие. Да, понимаете, я не знаю, может быть, они и такие. Но Бог, пока они тут, понимаете, разворовывают страну, Он думает, как их спасти, дураков. Ведь почему? Потому что и нас таких же, понимаете, Он спасает. Ведь мы что делаем? То же самое делаем. Но может быть, у нас таланта такого нет, или каким-то махинациям, как у них. Потому что, говорят, у них лучше это получается. Но спасает обо всех нас, потому что все мы дети Божии для Него. Всех Он хочет в разум истинные привезти. И поэтому, кто может, понимаете, быть советником Богу в делах спасения человека? Кто? А оказывается, у нас наши православные знают точно. Евреи? Не-не-не, они спасутся. Но большей частью, там как раз и евреи, в этих ультраправославных. Те, кто больше всего борется против евреев, замечены. Понимаете? Потому что они привыкли, вот с флагами, понимаете, постоянно какие-то революции совершать. И внутри церкви везде, и вне церкви везде. Дай только революцию какую-то делать. Слабость такая, понимаете, национальная, видимо. Поэтому мы должны помнить о том, что пути Господни – это пути спасения человека. И не нам судить. Нам нужно прежде всего думать о том, как свою грешную душу спасти. Вот. А то мы начинаем впадать. Платонов такой несчастный, тот уже, понимаете, там уже такие, понимаете, у него всякие рассуждения, понимаете, о еврействе там. И почитаешь это, ну, понимаете, ну что, остается только застрелиться, самый, понимаете, лучший путь. Потому что, ну как жить можно в этом мире? Понимаете, где все принадлежит евреям? Даже наша жизнь. А оказывается, Богу принадлежит, понимаете, наша жизнь. И Бог, понимаете, может вывести человека на путь светлый спасения. Парижка, а что такое пока войдет полное число язычников? Полное число, то есть та полнота, которая жаждет спасения. Та, которую Бог предузнал. То есть Он знает, что они расположены всем своим существом к этому. И Он создает им всем. То есть это называется домостроительство спасения рода человеческого. То есть Бог строит некий дом спасения человека. Если сравнить с образом дома, вот есть дом, да? Он строится, строится, понимаете, камешек за камешком, там, понимаете, перекрытие крыши и так далее, и так далее. Вот точно так же Господь строит жизни человека. Он каждый, понимаете, каждую детальку этого спасения, каждого человечка, Он подводит ко спасению. Мы об этом не знаем, а Бог спасает, понимаете, нас. Вот о чем идет речь. Так, какие вопросы? Мы на сегодня заканчиваем 11 главу, потому что в 12 глава начинается немножко другая тематика этого послания. Так сказать, этика христианской жизни. И мы как бы поговорим. Там аскетика, этика. То есть прочитайте до конца. Ну, можете немножко коринфянов прочитать. Можете хотя бы главы две. Ну, в принципе, у нас второе послание такое длинное, такое же, в 16 главе или сколько. Да, 16 так же, как и первое послание к коринфянам. Все остальные уже послания будут очень небольшие, недлинные, поэтому, конечно, там и быстрее пройдем. Вот. И даст Бог, может быть, подойдем к апокалипсису. Вот, в своей тоже жизни. Вопросов нет? Очень благодарен вам. Спасибо, Господь, за ваше внимание и терпение.